Витам всеских видов на канале Аквариум Склепка. Найперг хотел бы поднимковать всеским субскрибентам за субскохозяйственный канал. Духателем в фильме есть колейность модных и любяных рыб аквариевых, «Пелегницкая видета» и «Апистограмма видета». То есть, колейность наиболее элегантских козловатых пелегниц, с невеликими размерами, спокойным подставом и пеньким уборвением, что справит, что есть популярным гатунком в среду акваристики. На почетку, хотя бы хотел бы захотеть до субскохозяйственных каналов, втесняющих звонков и выставивших комментариев. Помимо 30-летнего доскачения в бранже акваристичной, то в дальшем чонгу захотеться и мотивирование до дальшей прации с целью Турега с распространением милости до акваристики. «Пелегницкая видета» походим с Америки Полудневой. Замешкуем вольно плынувшие оценки реки Рио Метта с гастым рослинностью и пяшчистым подложем в околичные озера и террены заливовые в Колумбии. Реперируем обшары с гастым рослинностью, корзенями, затопленными фрагментами дреб, пяшчистым подложем покрытым грубым властмом опадлых листьев. Помимо невелких размеров, «пелегницкая видета» «сам рыбками территуральными», «подобно, как и вещество пелегниц». «Займаясь невелкий обшар», «зросшнет бронем» «глопсец» «инными представителями властного гатунка». Пораз первый гатунок описал Кауландер в 1979 «Почеткующим акваристам» «Варто зручить увагу на этот гатунок», «то не ваш пелегницкий видета» «с обретками невымагающими и вытшимовыми». Важно для того, «сам досконалым кандидатом для подчеткующих акваристов». «Пелегницкий видета» «належен до родины пелегницоватых», «венцаквариум» «могут быть сниманы в парах или в хоремах в пропорции на одного самца 3-4 самички. На одном рыбке потребуем от 5 литров, «венцаквариум» для едной пары «повыже 50 литров», а в шипадку в меньшей группе от 100 литров. «Самцы дорастают до 6-7 см, «самички» до 5-6 см, плотность осягают в веке 10-12 месяц, «жиют до 4-5 лет». «Пелегницкий видета» «належен до горловатых пелегниц». «Маю сребристо-небеске», «здаву помаранчовым взбетом», «з двумя прынгами», «легко выгрыционное», «бочно сплошненное тело». «Глова дужа с высотными воргами». «От головы взлуж линии бочной» «до насады огона», «тягнется темная прынга» «с враженным чарным пламом» «у насады огона». «Другая прынга» «в постачи чарных кропок», «тягнется у насады плетвых сбытовых». «Першие два-три промене плетвых сбытовых чарных». «Плетвые брюшные отбытовые жёлтые». «Плетва гзбетовая жёлто-помаранчовая» «и обрежена на червона». «Плетва огонова в центральной части жёлто-помаранчовая» «с помаранчово-червонными скрайными променями». «Розровнение пліки є sl Copper» «самцы» «сам Freddie seniorsи» « deleg john supply о формировании» «запогли в enhanced жү�і outgoing» «опродие м Ace Пеленники вычета preferим аквариат с генстым рослинностью, коренями, личными крыльями и спиачистым подложем. В тельной и бочной части аквариума должны быть генстым садовым рослинностью, а в предней части должны быть личные крылья, корень, маленькие церамичные донички, рурки PCV, гроты с лагодными крыльями, потому что рыбки любят всескать в разные скелины, где их отдыхают. Светло должно быть распространено, потому что рыбки не любят ясного света. Для аквариума необходима фильтрация и аэрация воды с текущей подменой до 25-30%. Оптимальные параметры воды Температура 22-28 PH от 5,5 до 7,5 ГХ от 1 до 6 В натуральном средовиске пеленники вычета отзываются невелкими безгрыговцами, ларвами, зооплактоном и глонами. Карпить рыбки можно живым, дробным охотком, лурочником, водцем, очником и артемем. Рыбки можно кармить живыми, такими, розженными и сухими покармами. Али лепей цимася покармав живых или умроженных. Рыбок треба кармить два-три раза в день, не в малых порциях. Пеленнички вычета надаямся два аквариум товарищеского. Хочешь в окрете розродчим, як и иные пеленницы, бардо территориально. Можно их цимать враждоворотками, кирисками, лабиринтовыми, инными карловатыми пеленницами, скалерами, жалобничками и так далее. Не полетайся их тримать вражды с агрессивными и большими рыбами, пеленками, пеленницами с езер малавы и танграника. Розможание. Розможание пеленниц вычета не есть трудно. Пары стуцные добранные через акваристы не завси относим существо размножания. Важно для этого лучше купить небольшую группу и дать рыбам возможность создавать собственные товарищеские пеленники. Пеленники вычета с долиной до тарла в огольном аквариуме. Левший эффект успешно, но размножаясь в отдельном зборнике. Зборник тарлисковый должен иметь повыше 40 литров в случае одной пары и повыше 70 литров в случае хорема. До зборника тарлискового всыпаем пиасек или дробный жвирек. Вкладываем малые церамические донички, превроченные на бок или до гури ногами, лупины с ореха кокосового. Корень. Вкладываем фильтр напязанный на повышение, который заpewnя переплыв воды, но не засыца на рыбку. Бодьцем до тарла служит обнижение твердости воды, дольывание воды по фильтрам ручонной осмозы и повышение температуры от 2-3 ст. Оптимальные параметры воды температура 28-30, ПХ от 5 до 5,5, ГХ от 1 до 3. През планованием тарлом родители через 2 недели в офисе кормима живыми или мроженными покармами. Под конец 2-го тигодня самец робися жаскравси, а самички набирают икры и становятся выразнее грубси. Варто зазначить, что молодые пары могут съедать сложенную икру. Под час тарла самичка отклада до 100 яй. Опеком на рыбку занимается самичка, которая в этом окресе стает себя очень агрессивной. Великой наступает по 4-5 днях, а на рыбак начинает плывать по 5-6 днях в зависимости от температуры. На рыбак душе. Покарм стартовый артемия. Кармить треба часто около 5-6 раз в день. На рыбак рожне волно. Очень важно, чтобы покарм для на рыбку был последний Дякую за субтитры. До свидания.